Здарова, сталкеры! С вами Хлебный. Поиграл я, значит, в один мод, да так, что в ушах до сих пор шумит. Как же так? Дело в том, что недавно, один мой хороший знакомый отправил адресованное мне сообщение от другого нашего знакомого, где он предлагал поиграть мне в Риборн. Ну а я-то что? Я ж бессмертный! По крайней мере, так я думал. Теперь я понимаю, почему он не написал об этом мне лично. Так или иначе, сегодня я представляю вашему вниманию великий и ужасный мод на сталкер. Великий, потому что, как-никак, он довольно-таки известен в узких кругах, а ужасный, потому что... Ну, вы поняли. Короче, давайте нырнём с головой в данное творение. А перед тем, как мы продолжим, хочу порекомендовать вам игру с открытым миром и реальными российскими городами. NextRP. В этой игре ты можешь стать буквально кем хочешь. Хочешь выбрать работу по вкусу и жить как законопослушный гражданин? Или же хочешь учинить беспредел, будучи преступником? Или, наоборот, пресекать преступность, будучи полицейским? А если тебе это неинтересно, то можешь стать политиком и позволить себе гонять на шикарном автомобиле. Также можешь вместе со своими друзьями заняться перегоном тачек по реальным городам России и посетить воссозданные значимые места. Десятки тысяч игроков и стабильный онлайн уже ждут тебя. NextRP. Качай игру по ссылке в описании. Тревожные звоночки прозвенели, начиная с момента запуска мода. Возрождённый, ты мне нужен. Ну, хоть кому-то, слава богу. Нажимаем новая игра, и только я подумал, что всё самое страшное позади, как начинается стартовый ролик, где показывают финал чистого неба под жёсткий и беспощадный русский рэпчик. На полях Елисейских восходят посевы агонии, от обидри не сеять, мы легионы восстали. Гиена огненная пылает вечным огнём, в память опавших на священной войне с небесами. Понимаете, шрам. От музыкальных вкусов автора мода я и сам за голову схватился. Затем одна агония сменяется другой. Мы оказываемся на локации болота, где происходит довольно-таки своеобразный диалог с Лебедевым, в перемешку с информацией о моде. И это всё осуществляется с пролётом камеры по окрестностям. На самом же деле, таким образом осуществляется калибровка мода, в ходе которой мы настраиваем некоторые опции по своему усмотрению. Такие как отключение выброса, нейтралитета с монолитовцами, а затем с последующим выбором группировки. Я, кстати, выбрал сталкеров, потому что они крутые. После выбора нас переносят на локацию кордон. Активных заданий у нас нет, но зато и спассивные. И это я сейчас не шучу. Кстати, мне навстречу вышел целый сквад сталкеров, аж с тремя карданами. Один боевой, второй запасной, а третий пьющий. Ведём с одним из них, назовём его кардашка-утяшка, соответствующую для персонажа беседу. И тут мы открываем меланхоличную сторону шрама, который прощается со всеми в довольно интересной манере. Не успел я и шага сделать, а на нашу базу нападают разноцветные бандиты. Успешно отбиваем атаку супостатов, но только я расслабил булки, как тотчас пришлось их снова сжать, потому что следом напал псевдогигант во главе с химерами. Привет, сладенький. Давно не виделись. Итог ясен. Перезагружаюсь и сразу наплевав на всё, двигаю в сторону перехода на свалку. Но и тут не обошлось без происшествий. В прицел я поймал около двух бюреров и башку контролёра. Хотел было их обойти, как вдруг начинается какая-то магия в них Огвартса. Полетал я так пару секунд, попутно разглядывая шикарную растительность, а затем спустился с небес на землю. Но тут же меня заметил бюрер и в ходе боя... Твою мать! Ну тут как бы понятно. Лох! Попытка номер три. Бежим в сторону деревни новичков и по пути в стороне ТТП слышим звуки активной перестрелки сталкеров с бандитами. Решаем подтянуть им руку помощи, но бандит оказался с подвохом. Да ещё каким! Чё, закибербулили тебя, да? И тут я стал осознавать, что дело пахнет писюнами. Но так или иначе, я решил продолжить свою агонию. Чёрт возьми, да я чистой воды мазохи... Уже четвёртая попытка. Игнорируем бандитов, но пришла новая напасть. Невидимый вражеский хеликоптер. Подобно шинобе, маневрируем атаку врага и успешно добираемся до деревни. У входа нас встречает Сашка Дегтярёв и просит нас рассказать ему шутку юмора. Шрам же говорит, что это тебе надо обратиться к Джокеру Ужаса... Ээээ... Чё? Ну, Дегтярёв тоже не понял, но на всякий случай посмеялся. Тут мне приходит мысль найти и поговорить с Волком, но тотчас кто-то в лагере навёл суету. А наш собеседник с РПГ на плече бежит в ближайший дом. Ты вертолёт видишь? Нет? А он есть? Эй, Волк, ты только в стену... Успокоившись, все расходятся по своим местам, а мы перехватываем Волка и начинаем с ним беседу. Из последних событий Волк поведал нам, что вот только что поймал радиосигнал о помощи, где некий женский голос просил довести из перехода в тёмную долину в деревню новичков. Волчара, конечно, и сам бы отправился, да вот не может он своих детишек одних оставить. Кстати, да, диалоги тут со скобочками. Я берусь за это задание, но сначала давайте проведаем нашего старого знакомого, Сидоровича. Заходим в его данжен, где нас встречают четыре флакен слейвс. Открываем дверь и тут оказывается, что нас встречает не Сидорович, а Сидорович, который предлагает нам посмотреть с ним порнушку. Но это была проверка. Общаемся с торговцем, понимаем, что ничего ценного у него не узнаём и направляемся в сторону перехода в тёмную долину. Кстати, зона настолько изменилась, что изменились и законы физики. Только посмотрите, как Шрам прыгает. Тут же на пути воздушный супостат снова пытается нас завалить, но мы не сдаёмся и успешно уворачиваемся от его атак. Придя на АТП, я увидел знакомые лица сталкеров и чуть было расслабился, как тут же в их рядах оказался брут и завязалась пьяная драка, в ходе которой и мы поучаствовали. На деле это оказался российский спецназ? Эм, да. Далее я постепенно подхожу к переходу, но тут меня встречают кровососы, которые шатали чей-то грузовик. Не, не, блядь. Нет. Устроив с ними весьма неэротический танец, я отъехал с пары тычек. А, да, объяснили, нужно рыбить газошку. Ну, неудивительно. Но самое тупое то, что я им ну никак не мог нанести урон, сколько бы по ним не стрелял. Вообще, похуй. Нет. Повоевав так 10 минут, я психанул и просто напролом побежал к девушке. Сказав ей, чтобы та шла за мной, я сразу ломанулся сквозь кровососов куда подальше, в надежде, что она начнет по ним стрелять, но она тупо зассала. На этом моменте я вышел из мода и устроился перерыв на кофеёк. А вот ты пока мог бы прожать лайк и оформить подписку на канал вместе с колокольчиком. Давай. Спустя какое-то время реши, что... Чё хуй? Нет. Давай по новой, Миш. Я запускаю новую игру, но на этот раз выбираю Чистое Нёбо. Группировка так и называется. И даже начав новое прохождение на базе Чистого Неба, оно тоже оказалось в опасности. Да-да. А нужного мне по квесту персонажа так и вовсе убили. Снова перезагрузка. Но на сей раз его удалось спасти. Пролистав диалог длиной в жизнь, самое важное, что мы узнаем, что весь окружающий нас трындец, это последствия большого выброса. Да, тут вообще такое чувство, что я в свободу ступил, а не в Чистое Небо, и они мне сразу ядрёный косяк дали посмолить в качестве инициации. Попутно также узнаём, что у нас вместо болтов флешки, а кидается персонаж по итогу скелетами собак. Вот, пацанам подкинул в костёр, а то мёрзнут. Вообще, обстановка на базе прям-таки сказочная. Чего стоит вот этот постер у бармена и этот скелет у торговца? Кстати, вы помните, как я говорил, что у меня от этого мода в ушах пищало? Так вот, тут куча рандомных звуков, которые проигрываются то в тему, то не в тему. Я тебе этот! Ну блин, не идиоток, у меня ничего нет, не стреляйте! Здорово, брат! Здорово! Здорово! Сейчас был пить, подарок, да подарок с душевым. Я натурально почувствовал себя поехавшим. И попытался сбежать от этого дурдома при помощи проводника, но оказался в другом дурдоме на пару с Химерой и... красота. О, фак! Короче, я не выдержал и удалил этот мод, но на следующий день остыл и снова его поставил. Возрождённый... Возрождённый... Возрож-возр-возрож-возрож-возрож-возрож-возрождённый... На сей раз мне уже было абсолютно по барабану, кто там умер, а кто там не умер. Контент давайте. И внезапно всё было довольно-таки спокойно. Ребята выгуливали своих зверушек, но квестовый персонаж всё равно сдох. Сразу телепортируюсь на рыбацкий хутор и на этот раз без химеры. По пути расстреливаем бандитов и прозрачных кабанов. Дорога приключений приводит меня на эту локацию, где есть одна загадочная аномалия. И загадочная в ней то... Какого чёрта у неё озвучка Крэйзи Фрога? Но странности на этом не закончились. Небо завалок летучие, которые не тучи вовсе, а женские лица. Ну, хорошо, что хоть лица, а не другие части тела. Но благо женщины ушли. А мы приходим на ту самую вышку, где в оригинале с Чистонебовцем отбивались от кабанов во время выброса. Вот только вместо кабанов тут снорки и неубиваемый напарник. Патронов нет, приходится пистолетом да ножом воевать. И причём очень даже неплохо. Единственный, с кем я справиться не смог, это... Бандит, в стычке с которым трагично погибли оба. Ты не смог изменить реальность и не добился любви зоны. Кэпээху... Что тут можно сказать? А сказать-то по сути и нечего, мод сам говорит за себя. Просто отвратительная и ужасная подделка, которая, что самое смешное, позиционирует себя как серьёзное творение с серьёзным сюжетом. И что более удивительно, у этого творения даже есть свои фанаты. Конечно, при желании можно пройти этот мод, но... Оно вам надо. Итак, вердикт. Мод говно, СашаXDModer сделал бы лучше. На этом наше видео подходит к концу. Не забудьте поставить лайк этому ролику и оформить подписку на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также вступайте в мой паблик ВК и сервер Дискорд, ссылочки в описании. А с вами был Хлеб, всем спасибо за просмотр. И помните, даже если зона не принимает вас таким, какой вы есть, то Химера примет. Субтитры сделал DimaTorzok